Вот такое классное место, вот такой лес за нами, и мы в Беларуси, на белорусской рыбалке, друзья. Снова с вами Макс Травер, всем привет! И сегодня я вам покажу, что можно словить в Беларуси, как проходит рыбалка в Беларуси, и как люди отдыхают на природе. Я в шоке от разных запахов, добавок для прикормки, как будто пришел в магазин где-то для кальяна. И это, друзья, все лишь на один день. Что происходит, куда мы едем? Да, мы приехали в Чечевичи на белорусскую рыбалку. Сегодня я вам покажу, что можно поймать в Беларуси, стоит ли сюда ехать, и какой отдых ты можешь получить на природе белорусской. Субтитры подогнал «Симон» Многие спрашивают, как же я зарабатываю так много путешествия, и ответ очевиден. Я зарабатываю на Ютубе, и уже больше 10 лет я занимаюсь Ютубом. Конечно, у меня есть несколько каналов, и я постоянно ищу в Ютубе, как же можно зарабатывать еще больше. Я смотрю, изучаю разные ниши, ну а также я еще смотрю какие-то залипательные видосы. Например, вот смотрите. Вот такое есть интересное видео, где люди просто давят что-то. Это называется «Асмор», и тут можно увидеть, что достаточно все очень просто. Такие ролики на Ютубе переносят очень хороший просмотр и, соответственно, хорошую монету. Мой дорогой друг, ты можешь также делать такие видосы. Тебе не обязательно снимать себя. Тебе не обязательно иметь крутую технику, иметь какие-то дроны. Тебе достаточно просто иметь телефон, и ты уже можешь стать блогером. Самое интересное, что ты можешь просто взять чужие ролики, их склеить и уже выпускать и зарабатывать хорошую монету. Скоро у моего коллеги Ульдара Гузаирова, автора множества каналов, пройдет интенсив, где ты сможешь за 3 вечера узнать, как создать канал, как сделать ролики и как выйти на быструю монетизацию залипательных видео. Конечно, друзья, все это бесплатно для моих подписчиков. Под видео есть ссылочка. Заходите, регистрируйте и не упускайте возможности, потому что ты можешь уже зарабатывать деньги. Тебе достаточно просто сидеть дома, монтировать какие-то ролики и зарабатывать, и путешествовать, как я. Если вы будете четко следовать инструкциям Ульдара, вы сможете выйти на очень быструю монетизацию. И, конечно, друзья, это не важно, сколько вам лет. Вы являетесь школьником, либо вы уже являетесь пенсионером. У Ульдара есть ребята, которые 65 лет и 14 делают ролики и уже зарабатывают на этом. Ульдара расскажет все, как по полочкам тебе нужно делать, чтобы стать крутым блогером. Не упускай этот шанс. Под видео будет ссылочка. Заходим. Достаточно легко. Мотаем вниз. Вводим свой адрес электронной почты, номер телефона. Нажимаем зарегистрироваться. И вуаля, ты на первом шаге, чтобы начать зарабатывать деньги. Мне уже пришел ответ. Субтитры сделал DimaTorzok А вот так мини-вене я вам сейчас покажу, как можно переночевать. Расслабдится сиденье, надувается матрас и мы здесь переночуем. Сколько всякой фигни, до сих пор не понимаю, для чего она. Была раньше рыбалка, накопал червя, насадил на крючок живого, зевающее, кинул и все. А тут сейчас какие-то прикормки. Рыба лучше ест, чем мы. Первая прикормка пошла. Как-то нелогично. Мне получается, кажется, что когда ты прикормишь рыбу, она же как бы наедается. И зачем мне это что-то другое хватать, если ты ее уже прикормил. Ты ее накормил, по сути, и она пойдет спать. И у тебя ничего не будет. Или лучше, знаете как, приехать на то место, где были рыбаки, которые уже прикормили, а ты просто... А ты постоянно они. Вот это место, да. Так здесь рыба сытая, поэтому и рыбы нету. Ага. Пошла еще одна прикормка. Ну, у меня тоже. Горбушечку, хлебушку. Надо прикормить себя. Нахера такие сложности? Это потому что рыба разбалованная? Да? А что ты думал? Рыба, она штупая. Как она может? Пять секунд, и она забыла. Люди слишком умные, показывают, что можно вот так. Так, значит, получается, здесь есть еда. Да. А на крючке? Такая еда тоже, но другая не может. Ага. И она такая здесь... А там... А там... Да, там другая. О, другая! О, пирушка у нас! Забавно. Это то же самое, что ты там пьешь пивасик. Так. Пьешь, пьешь... А тут ходят тебе егерь-местер. И побежал. Я понял. А у нас еще кулинарные здесь... фишечки. Короче, делаем еще сразу в пакете малосольные огурцы. Ну, нихрена они не малосольные. Малосольные, да. Огурки. Кстати, по-белорусски огурец это гурок. Как юрок. Сахарок. Гурок. Так, папа, теперь что ты делаешь? Я мотылей готовлю. Так. Как их готовить? Раз у нас сегодня кулинарные излишки. И рецепты. Так, так что с ними делать? Сейчас будешь цеплять на крючок. На крючок. А чем отличается эта вода от той воды? Это я тебе воду набрал, чтобы тебе было удобно. Все. Ради удобства, друзья, все. Парашек это, да? Червики, короче, друзья. Вот такие личинки. Пахнут они так себе. Это опары. Его тоже насаживать мы будем? Или это будет как кормушки? Нет, это будешь нас насаживать. Это мотыль. Это мотыль. Так, ну давай, что делать? Так. Все. Погнали. Набираем вот этой фигни. Кормушку. Кормушку. А червяк же вылезет и поплодивет. Ничего страшного. Ясно. У нас с собой есть много. Так, дальше. Показываю. Смотрю. Сначала на параша. Раз. Угу. Два. Так. Потом берешь мотель. О, это прям как бутиброд у них. Раз. Угу. Два. Три. Четыре. У рыбака, как у повара. У каждого свой рецепт. Да. Вперед. Тебя готово. Сам будешь забрасывать? Ну да. Вперед. Вот так подтянул. Так. Раз. Зацепил. Но это я помню. И дужку. И вперед. Вон прогал. Так. Теперь. Сзади набра... Смотри за березами. И за моим лицом. Березами. Так. И куда мне туда? Вон прогал. Вон, видишь, прогал. Ну и смотри, чтобы сверху не отпустить высоко очень. Ага. А он нормально. Ну. Это называется бросил. Надо? Швырнуть. От души. Так, ты что делаешь? Забираем обратно? Ну. Значит. Это называется ты бросил. А надо швырнуть. Понимаешь? Разница? От души. Надо пойти потренироваться. Человек не ушел, корм ушел. Корм ушел. Точно. Корм вымоется, а червя... А сейчас, по сути, получается, выпустили обратно всех червей, которых... Нахватали. Не мы, а ты. Ты не путай. Так это ж рыба наелась уже этими червяками. Все. Значит, можешь не забрасывать. И рыбалка окончена. Все. Все пропало. Так, тут все нормально. Хорошо. Стоять. Стою. Кончик, да, я посмотрю, там... Перехлестнулся. Работают профессионалы. Аккуратно. Так. Все, стой, 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 стой. Уже травинку находили. Подбирай. Подкручивай вам эту рыбу. Ты, побирай. Подкручивай, подкручивай. Подкручивай. Авторские туры, друзья, продолжаются. 7 августа у нас состоит авторский тур в Абхазии. Мы увидим Гагры, Сухум, конечно же, Рицу и побываем в диких местах Абхазии. В общем, пиши мне в личку и расскажу все подробности, сколько стоит и как будет проходить авторский тур. Кстати, включено у нас проживание, конечно же, трансферы и все туристические сопровождения. Встречаемся мы, кстати, в Адлере. А следующий авторский, друзья, тур будет в Дагестане. 8 дней крутейших достопримечательностей. Да, кстати, мы можем сократить это на 6 дней, если у тебя отпуск не такой большой. Мы попутешествуем по суперкрутым местам. Например, как Табот, Хунзах, Гамсутль. Будет очень круто. Ну и, конечно, каньоны. Ммм, Дагестан славится своими красивыми горами. Ну и, конечно, друзья, если в августе у тебя нет еще отпуска или ты пока занят, ты можешь к нам присоединиться в сентябре, потому что в сентябре у нас будут мега тоже крутые туры. А это Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан и Казахстан. Во всех этих местах мы с вами сможем побывать. Недельные туры дадут нам возможность и проникнуться красивыми странами, почувствовать их колорит, ну и, конечно, их еду. В общем, пиши мне в личку, я расскажу все подробности, когда, как и сколько это все стоит. Ну а теперь приятного просмотра. Ты летает тут. Давай. Так, подожди, отпускай. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Подбирай, подбирай. Еще подобрать? Да-да-да. Еще-еще-еще-еще. Вот так нормально. Прям от души. Вот. О, стойка уже хорошая. Нормально, но не туда. А может, это возьмем? Может, это возьмем? Видишь? Побуждает аппетит. Ага. И вот примерно... Ого. Это точку называется. Далеко пошло, Пав. Первый улов. И зацеп. Да, ладно. И зацеп. Чуть-чуть. Пав. Вместе. Субтитры подогнал «Симон» 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 Кофе, глаза твои пробуждаются. Пошли за дровами ночью. А то что-то комары грызут. Надо дрова искать. Ну хорошая поляна такая. Надо искать. Дрова, конечно, была в другое время. Но ничего. Приключения заняться всегда интересны. Утро доброе. Я выспался. Но рыбы нету. Помните, как было прикольно в Ярлаше? Здесь рыбы нет. Кто сказал? Директор стадиона. В общем, ночью дежурил папа и Юра. Но мало чего словили. Рыбы нету. Сегодня нам не подфартило. Но ничего, найдем ее в другом месте. Зато природа, смотрите, какая. Людей прямо слышно на том берегу. Вот такое у нас утро. Смотрите, натуральное. С жирком. Правильное питание. Мы продолжаем ловить рыбу, но уже наше терпение уходит на нет. Смотрите, какая тина прямо. Это да. Вот это да. Вот это подготовочка. Теперь на весь мир. Нормально вот так наловили. Хороший. Это кто у нас? Подлещик, плотва. Подлещик, плотва. Так, оп ты. Вот такие дела. Сейчас пойдем посмотрим, что у Юры. Удачно ли у него было. Что же карась? Это карась. Ну вот такой у Юры карась. И вот такой вот бичок. На живца пойдем? Да. Блин, смотри, надувается у него что-то. Так он даже такой бул. Последняя рыбешка. Это гусера. Блять, сколько этих всяких названий. Рыбалка-то не только ловля, но вообще и чистка. Ну вот ж эту рыбалку. Столько запаха грязи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова